Великой Победы Великой Победы Великой Победы Здравствуйте! После небольшого перерыва с вами вновь новости Венсполса и в студии Татьяна Саксаганская. 4 мая Латвия отметила 25-летний юбилей Дня восстановления независимости. Наша страна сравнительно молодая в Европе. Независимость в то время обрели и другие балтийские страны благодаря активному народному движению. В Латвии во главе стояла организация «Народный фронт». 25 лет назад во время голосования Верховного Совета Латвийской Республики за независимость могло не хватить всего двух голосов. Если бы так и произошло, трудно представить, по какому пути стала бы развиваться наша страна. В Венсполсе в честь праздника было организовано несколько мероприятий. 25 лет назад Народный фронт победил на выборах Верховного Совета. В то время в Латвии царила гласность Горбачева, и никто даже не догадывался, чем обернется движение Народного фронта в Балтии. Однако уже чувствовалась надежда, и свободные масс-медиа Латвии и других стран сообщали о все более смелых митингах о днях памяти и поднятии красно-бело-красного флага во многих местах Латвии, в том числе в Рижском замке. Однако для принятия единой декларации требовалась правовая основа, которую разработал юрист Западной Германии Эгилс Левиц. До последнего момента для принятия декларации не хватало трех голосов. Согласно декларации, необходимо было восстановить созданную в 1918 году Латвийскую республику. В голосовании участвовали и депутаты латвийских местных советов, среди которых был и Айварс Лэмбергс. Мэр Венсполса в этом году поздравил горожан во время праздничного концерта, прошедшего в Тетральном доме Юра Сварты. Латвийская республика не открылась от ее мощи, 25-летний день святого Узруна, варц-предспелс, 52-летний декларации Айваром Лэмбергом. В то время была большая неопределенность, рухнула система социализма. На этом месте должно было появиться что-то новое. Это дало возможность создать Латвию как независимую республику. Я желаю, чтобы мы все были мудрыми хозяевами своей земли. Только мы определяем, кто руководит страной, а не кто-нибудь другой. 25 лет назад о принятии декларации независимости Латвии сообщили Горбачеву. Если бы не проголосовали за принятие декларации, коммунистическая партия и интерфронт выступили бы за сохранение советской власти. 4 мая 138 депутатов Верховного Совета проголосовали за декларацию независимости. В это время тысячи людей стояли в ожидании результатов голосования у зданий Верховного Совета и ликуя встречали депутатов. Фактически независимость Латвии удалось получить только через полтора года после августовского путча в СССР. Фактически независимость СССР. Вчера, 4 мая, на Венсполской Ратушной площади состоялся праздничный концерт духовного лидера времен атмуды ЕВА-кураторы. Фактически независимость СССР. В театральном доме Юра Сварды на праздничном концерте в честь независимости Латвийской Республики участвовали Венсполский камерный оркестр, Венсполский саксофонный квартет и аккордеонист Инита Абулыни. В программе прозвучали произведения Карли Салатиса, Карли Саванага и Ритва Рогарвозы. Гонда Порница, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение. С 5 мая социальная служба выплачивает пособия ко дню матери, неимущим и малоимущим семьям, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей. Пособия в размере 15 евро за каждого ребенка можно получить в виде закупочной карты. На нее можно приобрести продукты питания и хозяйственные товары. Карту можно получить в социальной службе по адресу Райня 10 и Талсу 39. Выдавать карты будут до 15 мая. Пособия предусмотрены только тем неимущим и малоимущим многодетным семьям, которые задекларированы в Венсполсе. Дополнительная информация по телефону 636-01-210 или 636-63-001. Пособия на день матери смогут получить 240 детей. Ежегодно в завершении учебного года педагоги венсполских детских садов собираются вместе, чтобы перенять новый опыт, получить ответы на накопившиеся вопросы. Воспитание современных детей требует нового подхода. Окружающая действительность диктует свои правила. Это неопределенность жизни, это сложность и на многие вопросы нет ответов. И человеку надо найти, если он и растерянный, и тогда, я думаю, что если без контакта со своими коллегами, своими близкими, другими, он уже теряется и ему надо помочь. И он тогда чувствует, если он узнает, что вот я, как мне действовать, вот этот мой коллега так действует, так, находит какой-то общий, это создает и придает силы педагогу. Уверенность. Уверенность, да. И тем более, что я говорю, вот если посмотреть, сейчас же наука, человек очень много, последние десятилетия развивалось, такие новые знания. А педагог, когда готовился, и до сих пор, педагог готовился на старой базе. В воспитательном процессе должны участвовать две стороны – педагог и семья. Только при соблюдении этого условия можно добиться хорошего результата, говорят учителя, приглашая на свои конференции и родителей. Это совместная ответственность. В следующем году мы хотим вести справку о развитии ребенка. На прошедшем семинаре нам посоветовала реализовать эту идею психолог Гуни Талленберга. Приведя ребенка в детский сад, родители будут заполнять таблицу, в которой упомянут все сферы развития, что ребенок умеет делать. Родители смогут следить, как развивается ребенок, что он должен уметь в этом возрасте и что он умеет в реальности. Особенно, мне кажется, полезным родителям. Так они больше воспринимают то, что действительно необходимо им знать. В последнее время роль педагога не такое значение имеет. И родители привыкли только брать и требовать. А вот что-то послушать действительно полезное, применить это в жизни. Мы же заботимся об их детях, мы работаем с ним. Школьный врач Гундер Скуклес еще раз подчеркнул, насколько важно для развития ребенка движение. Физическая активность влияет и на развитие мыслительного процесса. Профессор Илза Мительсоне дала практические советы по воспитанию детей в условиях глобализации. Например, как научить детей экономить воду. Детям очень нравится играть с водой. Она у них течет и течет. Мы можем им предложить делать это в какой-то посуде, а не лить воду просто в раковину. С каждым годом острее встает проблема развития речи у детей. Если ребенок до трех лет не заговорил, необходимо проводить обследование с целью выявления причины, говорят логопеды. С каждым годом все больше детей, которым нужна помощь логопеда. Причины разные. Влияют различные факторы. Сейчас в жизни ребенка много времени забирает компьютер, телевизор. С детьми меньше разговаривают живой речью. А если он не слышит речь, то и сам не старается говорить. Бывают и родители грешат, разговаривая вместо ребенка. Ребенок показывает руками, что он хочет, а мама может и по глазам определить, чего хочет ребенок. Он молчит и речь не развивается. Второй год подряд во время конференции чествовали педагогов и их помощников. Это проходит в виде опроса с целью пробудить родителей говорить добрые слова. Это все-таки субъективное мнение. Не стоит обижаться тем, про кого ничего не сказали. Сначала мы это организовывали как своего рода оппозицию форуму Вентасбалс. Если в прошлом году добрые слова от родителей прозвучали в адрес 50 педагогов, то в этом году положительные оценки заслужили уже 157 работников детских садов Вентасбалса. В каждом детском саду есть свои лидеры. Когда в группе более 20 детей, педагог всегда лидер. Родители говорят в их адрес хорошие слова. Пишут о том, что они были рады тому, что их ребенок попал именно к этому педагогу. Что они успешно подготавливают ребенка к школе. Что ребенок с удовольствием ходит в сад. А ребенка нельзя обмануть. Педагогам вручили дипломы и памятные значки. Татьяна Саксаганская, Инжодзин, Шкурзамское телевидение. Женщина – самый красочный цветок. Под таким названием прошел третий танцевальный фестиваль, собравший 13 коллективов из различных латвийских городов. Кому же достался титул самого красочного цветка, выяснял наш коллега Артурс Анчс. На сегодняшний день в Европейском парламенте работают около 130 представителей из Латвии. В том числе и выпускники Венспасской высшей школы. 10 лет в Европейском парламенте работает переводчик Рита Николаева, которая в рамках акции «Обратно в школу» посетила свою родную Венспасскую вторую среднюю школу. Очень приятно вернуться. Действительно, прошло 20 лет. С тех пор, как я закончила вторую среднюю школу, изменилось очень многое. Но, мне кажется, главное осталось. Школа делает все, чтобы ученикам было хорошо, приятно и удобно учиться. Рита Николаева владеет многими языками. Основные языки, которые она использует в своей работе, помимо русского и латышского, являются также английский, немецкий и французский. Свою лекцию Рита Николаева провела на родном языке учащихся, на русском. Для меня, в принципе, все равно, на каком языке представлять Еврокомиссию. Но это моя родная школа. Я училась на русском языке. Я знаю, что и сейчас школьники частично учатся на русском языке. Мне казалось важным показать, что и русский язык может звучать в Евросоюзе. И, насколько я знаю, я единственная представительница русскоязычная от комиссии, которая участвует в этой акции в 2015 году. Целью лекции было не только поделиться опытом работы в Европейском парламенте, рассказать о Европейском Союзе, а также о работе переводчика о наших земляках из Латвии, которые работают в Брюсселе. Это зависит от страны перевода. Это латвийская кабина, так сказать. Те переводчики, которые представляют Латвию, мы сравнительно все молодые. Очень много переводчиков в возрасте и до 30 лет. Не за горами и выпускные экзамены, поэтому Рита Николаева дала советы тем, кто заканчивает школу. Я думаю, очень важно выбрать то, что нравится. Потому что не имеет смысла учиться пять лет тому, что кажется, может быть, нужным, полезным, но не нравится самому выпускнику. Важно выбрать то, что нравится, то, что подходит, и приложить все силы, чтобы освоить эту специальность. Акция «Обратно в школу» проходит с 2007 года. Тема акции «Каждый год новая». В этом году – президентство Латвии в Европейском Союзе. Ольга Гавара, Инс Жозеньш, Курзумское телевидение. Последние ночные наблюдения в обсерватории в этом сезоне – звездные шоу в Планетарии, рок-концерт, ночные гонки и многое другое с такой разнообразной программой прошел поздний вечер четверга в Венсполском доме творчества под названием «Нактспада Ришина». Это мероприятие посетила и наша съемочная группа. Мероприятие в «Нактспада Ришина» завершился сезон ночных наблюдений в обсерватории Венсполского дома творчества. Это означает, что до самого августа обсерватория вечерние часы будут закрыты. Причина довольно проста – световой день становится все длиннее и нет возможности проводить успешное наблюдение космических объектов. Несмотря на то, что мероприятие началось только в 11 вечера и продолжалось 2 часа, недостатка в посетителях не было. В Планетарии побывало более 100 человек. Первыми посетителями стала семья из Риги. Я была очень рада, что люди проделали такой путь, чтобы побывать на нашем мероприятии. Конечно же, были и венсполщане, наши постоянные посетители, приходили с семьями, были и новые люди. После технического обслуживания, которое провели в апреле, в Планетарии установили новую версию программного обеспечения, благодаря чему улучшились возможности визуализации. Во время звездного шоу рассказали о самых ярких космических объектах, за которыми можно понаблюдать в телескопу Луне, Юпитере, Венере, Сатурне. Первое июня будет премьера первого анимационного фильма. Информация о нем доступна уже сегодня вечером. Скоро его продублируют и представят внимание венсполщанных гостей города. Также подготавливаются и новые авторские шоу в Планетарии, используя новую программатуру третьего поколения. Конечно же, как обычно, каждый день в час дня мы приглашаем всех желающих понаблюдать за солнцем при условии хорошей видимости, если не будут мешать облака или сильный ветер. На первом этаже Дома творчества ценители рок-музыки могли посетить концерт молодых рок-звезд. Любители скорости принимали участие в гонках трассовых автомоделей. Посетителям была предоставлена и интерактивная выставка. Полночь по венсполскому времени наступает в 0 часов 33 минуты и в это время в небо запустили китайские фонарики, таким образом завершив вечер. Новый сезон ночных наблюдений возобновится в обсерватории Дома творчества не раньше середины августа. Ольга Гавара, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение. Женщина – самый красочный цветок. Под таким названием прошел третий танцевальный фестиваль, собравший 13 коллективов из различных латвийских городов. Кому же достался титул самого красочного цветка, выяснял наш коллега Артурс Анчс. 140 участниц взрослых танцевальных коллективов со всей Латвии и собрались на венсполском фестивале «Женщина – самый красочный цветок». Самое большое расстояние преодолели гости из Резакны. Танцевальные номера отличались и по стилю, и костюмами. У нас два танца. Один веселый, другой женственный. В нем элементы танго или что-то подобное. У нас танец «Возможно, возможно, возможно». Это означает, что все возможно, но все зависит от мужчин. Среди вас один мужчина? Да. Он тоже выйдет на сцену? Да. По словам организатора фестиваля «Эверит и Панфиленок», главная творческая коллективная работа. Некоторые коллективы были приглашены, некоторые сами заявились участвовать. Сколько коллективов, столько и разных подходов к постановке танцевальных номеров. Программа не однообразная. Здесь представлена аэробика, впервые зумба, есть танцы живота, шоу-танцы, современные. Мне кажется, такие жанры представлены в Латвии. Все они представлены и на нашем фестивале. Три года назад, побывав на подобном фестивале, Эверита обратила внимание, что танцуют в основном женщины. Поэтому назвала свой фестиваль «Женщина – самый красочный цветок». По ее наблюдениям, женщина, занимаясь танцами, чувствует себя более женственной, и у нее появляется позитивный настрой. Это я вижу по своим женщинам, которые приходят ко мне танцевать. Через год или два занятия я замечаю произошедшие в них перемены. Они становятся более элегантными, женственными, более уверенными. Не каждый человек может выйти на сцену и танцевать перед публикой. Это дополнительная мотивация. Женщина становится более сознательной на работе и в семье. Фестиваль – одновременный конкурс, на жюри, в состав которого вошли двое мужчин – Каспарс, Антис и Райтис Розе – выбирали и награждали самых ярких участников. Первый наш фестиваль мы решили раз такое название. Каждому коллективу мы присвоим титул, который связан с женщиной и цветами. А одному самому яркому коллективу присваивается титул «Самый красочный цветок». Обыд прошлого года показал, что жюри очень трудно выбрать самый лучший коллектив. И мы пришли к выводу, что в этом году надо выделить три лучших коллектива. Не скажем, что лучших, потому что все они хороши. Каждый работает в своем жанре, у каждого свои возможности. Общаясь со своими коллегами, я поняла, что никто не едет сюда только за победой. Главное – это насладиться выступлением, побыть всем вместе, погулять по нашему городу. Главное, почему они приезжают – чтобы повидаться, порадоваться и ощутить праздник. Первое место жюри присвоило венсполскому коллективу. На втором месте танцовщица из Бауски и на третьем – юрмальчанки. Татьяна Саксаганская, Артур Анч, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение. В Венсполсе уже в 15-й раз прошел ежегодный фестиваль детско-юношеской спортивной и танцевальной аэробики «Радость танца». В этом году на фестиваль приехали 15 коллективов из Риги, Лепе и других городов. В этот раз на фестивале «Радость танца», который проходил в легкоатлетическом манеже Венсполского олимпийского центра, царила праздничная атмосфера. Фестиваль принял около 200 участников, которые получили положительные эмоции от своих выступлений и от выступлений своих коллег. Мы участвуем уже 12 или 13 лет. С самого начала. Большое вам спасибо. Очень нравится. Нам действительно очень нравится. У нас спортивное направление. Танцы вместе со спортивными элементами и используем различные предметы. Несколько лет подряд в фестивале участвует рижская танцевальная группа «Рики Тики», ставшая в этом году самой многочисленной – 55 участников из пяти возрастных групп. Было очень прикольно. Мы показали 12 танцев. Маленькая группа, старшая группа, еще одна группа. И сейчас будут выступать мамочки. Я занимаюсь с трех лет. Уже шесть с половиной, даже семь. Очень нравится танцевать. Дети не только участвовали в фестивале, но и со своими родителями посетили различные развлекательные объекты Венсполса. У нас самое главное – танцуй и улыбайся, и, конечно же, физическую форму свою поддерживай. Но мы работаем для хороших эмоций, для настроений, чтобы ребята были заняты делом, а не гуляли на улице. Поэтому это наша самая важная задача. Инициатором и организатором фестиваля «Радость танца» является Людмила Мацко, преподающая аэробику в Венсполском доме творчества. Уже в 15-й раз проводятся соревнования в нашем городе по спортивной и танцевальной аэробике. В общем, это массовое движение, задействованное по интересам детей, чтобы они были больше заняты. В нашей команде немножко меньше человек, потому что у меня только первые и четвертые классы. Поскольку старшая группа тоже занята, у них концерт, там большинство из музыкального училища студенты. И так получилось, что у меня только начальные классы, первые и четвертые классы. Ну, они показали пять номеров. Мальчики не идут, потому что больше нравится, наверное, спорт, а потом больше, наверное, в дату сидеть, в компьютере сидеть. За ним больше, они не как-то так более пассивные, девочки более активные. Ну, я думаю, что они по природе свои более активные девочки, чем мальчики. У нас лично всего лишь три мальчика, но все равно нами, так сказать, все гордятся. Уже 15-й раз фестиваль прошел в Венсполсе. И уже сейчас организаторы думают о будущем, чтобы следующей весной юным танцорам в нашем городе была предоставлена возможность как показать новые программы, так и отдохнуть. Ольга Волошан, Артур Санж, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. Целую неделю в Венсполсе царил вирус, имеющий скорее положительное, чем отрицательное влияние. Это баскет-вирус. Продолжая начатую в прошлом году традицию баскетбольной клубы Венсполс, а точнее игроки этого клуба, вживались в роль тренера и обучали школьников игре в баскетбол. Чирлидера обучали школьниц танцам и оригинальным поддержкам. В завершении акции все участники встретились в финале. Баскет-вирус, прошедший второй год подряд, стал популярным спортивным мероприятием среди школьников. Правила не изменились. Венсполские баскетболисты в течение недели тренировали учащихся 7-8 классов. И, согласно правилам, в каждой команде не может быть более двух профессиональных баскетболистов. В этом году было введено одно новшество. Для того, чтобы и девочкам было чем заняться, команда поддержки баскетбольного клуба Венсполс обучала их танцам. Для девчонок был организован и свой финал. Радует, что мероприятие нравится детям. Они всю неделю работали, думали о баскетболе, совершенствовали свои игровые навыки. Девочки учились танцевать. Я небольшой специалист в танцах, но это классно. Мы всегда любили баскетбол, но в этом году мы усердно работаем на переменах. Дети использовали 30-минутный перерыв не для того, чтобы пойти покурить или съесть булку, а для того, чтобы потренироваться. Мы играли в флорбол, баскетбол. В турнире приняли участие шесть венсполских общеобразовательных школ. Первая и вторая основные школы, первая гимназия, четвертая, пятая и шестая средние школы. Игра за пятое место завершилась с равным счетом. Поэтому было решено отдать пятое место обеим командам. Первой гимназии, которую тренировали Марис Голбис и Мартин Шозелиндж, и пятой средней школе, которую тренировали Жанис Пейнерс и Давис Лея Смерс. В матче за бронзу сильнейшая оказалась команда первой основной школы. Их тренеры Тройс Барниц и Артис Ате, одержавшие победу над командой четвертой средней школы. В прошлом году четвертая средняя школа под руководством Акселеса Вайрекса и Ринолда Затиса стала чемпионом. В этом году Акселес не участвовал в баскет-вирусе из-за травмы. Думаю, что для детей это хорошо. Это для того и проводится, чтобы они получили удовольствие. Хорошо, что и девочки вовлечены в этом году. В финале стабильный результат показала шестая средняя школа, которая под руководством Кристопа Яниченко и Артема Бутенкова одолела вторую основную школу и стала чемпионом. На первой тренировке за первые 10 минут я показал им, как надо играть. Они все поняли. Большое спасибо парням за выдержку, терпение, понимание и за то, что они классные парни. К серебряным медалям второй из основной школы добавился и титул чемпиона в состязаниях групп поддержки. Ученицы второй основной школы обошли команду первой гимназии на одну очку. Татьяна Саксаганская, Гита Мартинсона, Марти Спутни, Экскурзумское телевидение. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Приближается 70-летие Великой Победы. Этому событию в Венсполсе будут посвящены следующие мероприятия. 7 мая в детском парке «Фантазия» в Парвинсе в 18.30 пройдет концерт ретро-музыки. 8 мая в Центре культуры в 16.00 концерт с участием местных и приглашенных артистов. 9 мая в 13.00 на Братском кладбище традиционный митинг «Реквием». Таугавпилский театр снова в Венсполсе. 6 мая дом театра Юра Сварты. Комическая опера «Директор театра» в постановке директора театра. Сложнейшие вокальные партии, экстравагантные танцы и костюмы. И, конечно, гениальная музыка Моцарта в исполнении Таугавпилского камерного оркестра. 6 мая в 19.00 дом театра Юра Сварты. Незабываемые впечатления зрителям гарантированы. Билеты в кассе театра Юра Сварты и на интернет-портале biljoshservice.lv Чтобы ежедневно знать, что происходит в Венсполсе, смотри передачи Курзумского телевидения на канале Ре-ТВ. Каждый рабочий день в 19.30 с повторами в час ночи, в 8.30 утра и днем в 14.45. А также в любое удобное для тебя время на информационном канале кабельной сети Скатвис и в видеоархиве на домашней страничке kurzumstv.lv в интернете. Единственное телевидение в Венсполсе – курзумское телевидение. Лучше один раз увидеть, чем сто услышать. Все происходит прямо на твоих глазах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...